Почему это доказательство считается неправильным с логической точки зрения? Тренер предполагает существование ответа. Пусть такая фигура существует, но не доказывает, что она существует, он доходит её свойства, если она существует. Тем самым логически здесь предположение о существовании этого ответа. Почему это тогически неправильно? Существует очень много примеров, когда нет наибольшего элемента. Простейший пример такой. Простейший следующий. Посмотрим интервал и будем искать наибольшую точку этого интервала. Её нет. Эта точка единица, но она интервалу не принадлежит. Тем самым интервала нету наибольшего элемента. Поэтому, если мы допустим, что существует, то мы должны прийти к предположению. Теперь очень хороший пример, который я отчитал у Владимира Юрьевича Протасова. Такой пример. Предположив существование какого-то ответа, который мы с вами рассматриваем, мы сейчас получим яркую противоречивую ситуацию. Утверждается. Пусть существует квадрат наибольшей площади. Утверждение. Тогда он должен быть единичным квадратом. Пусть существует квадрат наибольшей площади. Чем она определяется длиной стороны? Так. Утверждение, что в таком случае этот квадрат единичный. Доказываю. Доказываю. Пусть такой квадрат существует. И у него сторона равна А. Которую мы с вами пока еще не знаем. Вот так. Это квадрат, имеющий самую большую сторону среди всех квадратов. Среди всех квадратов. Так. Какие могут быть варианты? А может быть меньше единицы. Такой вариант возможен? Нет. Почему? Потому что А квадрат будет меньше единицы. Пожалуйста. Тем самым, если квадрат с такой стороной не может быть самым большим, потому что существует квадрат стороны единицы, который больше. Второй вариант. Ответ. А больше единицы. Почему? Такую невозможность. Берем, если А больше единицы, то А квадрат меньше, чем А в четвертой. Правильно? Так. Вот это площадь квадрата со стороны А. Вот это площадь квадрата со какой стороной? А квадрат. Так что площадь со стороны А не может быть самой большим, потому что она меньше, чем площадь со стороны. Остается опять единственной. А единица. И доказал, что квадрат наибольшей площади – это единичный квадрат. Ясно, что бессмыслица, вы понимаете. И причина для объяснения бессмыслицы, что я предположил существование наибольшего квадрата. Предположение существования нам дало совершенно неправильный ответ. То же самое получает Уштейнер и может получиться. Предположив, что существует фигура с наибольшей площадью, он пришел к выводу, что это натружность, а поскольку существование заразе не доказано, то аналогично этому теоретически может быть ошибка. Ну вот, существование – это и доказано – Уштейнера. В 19-м веке, скажем так, понятие строгости было еще не таким сильным, как сейчас, и уже в конце 19-го века вы уже обнаружили вот такой логический пробел, и вы доказательство и стали искать доказательство существования этого объекта. Но если мы докажем, что существует, то дальше уже применяется доказательство Штейнера, что это должно быть кругом. Я сейчас расскажу идею доказательства исправления, скажем так, Штейнера. Такое есть, на самом деле, есть элементарные доказательства без предположения существования. Я буду предполагать, что среди н-угольников данного периметра среди н-угольников данного периметра наибольшая площадь имеет правильный угол. Теорема наибольская более простая, но тем не менее тоже требует доказательства. Так, хорошо, теперь что я хочу сказать еще? А, вот, кстати, вот пример несуществования. Давайте будем искать многоугольник наибольшей площади. Без всяких условий, без всяких условий, число сторон неограниченное, какое вы хотите, найдется ли многоугольник наибольшей площади, имеющей данный периметр, данную длину? Не найдется. Почему не найдется? Давайте скажем простое. Если мы возьмем длина данного периметра L и возьмем правильный н-угольник. Если мы возьмем, то у правильного н-угольника длина будет равняться A. Наверное, тогда можно легко посчитать характеристики. Можем найти длины стороны, значит, уравняется площадь. n делить на n, потому что правильный н-угольник n делить на n. Зная уже число n, мы можем найти угол, вот здесь. Это вот 2 ответили на n, и найдем площадь, что просто есть. Площадь угольника, умножаем на n, и таким образом длина n, какая-то площадь получится. Теперь я построю n-угольник с тем самым периметром. Тогда длина будет каждой стороны n-н-31, мы стараемся посчитать, какая будет площадь, посчитается, и мы увидим, что площадь больше. Значит, если мы увеличиваем число сторон, то площадь увеличивается. Поэтому многоугольника самой большой площади не существует. Это понятно? И надо еще раз разъяснить. Многоугольника, повторяю еще раз, без фиксации длин и самых количеств сторон. Многоугольника с самой большой площади перед данным периметром не существует. Почему? Поэтому, по этому слову, всегда нужно найти многоугольник, который имеет большую площадь. Уметь большую площадь. Вот он пример объекта, который не существует. Не существует. Поэтому, если вы будете искать этот многоугольник наибольшую площадь данного периметра, вы его не найдете. Вы его не найдете. Училка Штейнера или упущение Штейнера. Это существенная ошибка логическая. Попробуем предположить меньшую, скажем так, гипотизу такой правильной, а именно такую, что среди именно угольников с данным периметром самая большая площадь у правильного новогоугольника. Это, допустим, такое условие, и вот на основании этого докажем уже, правильно докажем, результаты Штейнера докажем. Так что мы с вами имеем. Вот наверху написано у нас с вами соотношение между периметром и площадью правильного n-угольника. Я чуть-чуть уже написал, что получается, но легко просто считается. Вы посчитаете площадь каждого треугольника с помощью вот той формулы синуса, помнишь? И сравните длину и площадь, они будут связаны под верхним граммом. Так теперь дальше, теперь уже считаем. Вот используя очевидное неравенство, я теперь уже считаю очевидное. Это неравенство, оно очевидное. Так почему оно очевидное? Что это выражение, вот такой тангес больше 4 пи. Такая связь между тангесом и его углом. Так, я возьму график тангеса. Тангесом и график тангесом и тангесом и х. Если его парализовать, как будто пополам у вас получится, вот такой вот график. Так. И самый существенный момент, какой поведение графика около нуля. Тангесом и равен нулю, хоть он выше бисектриса. Когда вы график нарисуете правильный график, то тангесом и х больше х. Это игрек равен х, это игрек равен тангесом и х. И, кстати говоря, когда студенты приходят на занятия по математическому анализу, я всегда настаиваю, что мы аккуратно рисовали о видении графика около нуля. Как график синуса в серии свой правильный? В большей связи он так происходит, а не прежнее движение груди. Какой график правильный для синуса? Какое его расположение относительно бисектрисы? Выше или ниже бисектрисы? Вот синус их и х. Каким неравенством они связаны? Вблизи нуля, х делить на синус х, примерно единицей. Синус х будет меньше х. Синус х будет ниже бисектрисы. Вот правильно, ниже бисектрисы. Касается бисектрисы, касается. Ну, ниже бисектрисы, а так есть, наоборот, выше. Вот, используя этой равенство, мы видим площадь правильного н-угольника. Правильного н-угольника. А С-Н, это площадь любого другого н-угольника или самого периметра. Два неравенства. Внизу для тангенсов неравенства. И для Ф-Н и С-Н, утверждение лаёд, что площадь правильного н-угольника больше, чем площадь другого н-угольника из тимуса ампериметра. Вот, используя два этих самых утверждения, получают неравенство 1. Что для любого н-угольника, любого н-угольника, верно неравенство 1. Что мы можем получить? Что на самом деле, вот такое неравенство верно, не только для другого н-угольника, но также для левой кривой. Так это доказывается. Ты кривой будешь С. Так получить то же самое неравенство 2, которое я упраждаю. Я знаю, что и квадрат минус 4π на... Какой данный? Какой данный? Я С-Н написал. С-Н это больше нуля. Больше нуля. Так вот, для любой кривой, на любой кривой, надо взять сеть, достаточно густую сеть точек на кривой, и соединить их в орданы. Вот, получится н-угольник. И утверждается, и такое теорема можно доказать, что существует н-угольник такой, что его периметр, его площадь сколь угодно близки к площади и к периметру этой кривой. Сколь угодно близки. Если мы их путешествие не примем, то вот такое неравенство, это квадрат минус 4π s меньше нуля, невозможно. Почему такое неравенство невозможно? И вот я применю способ, который часто применяется в этой кривой, в этой кривой данной зимы, нам будет лучше донести. Так, вот у меня ноль. Вот число, которое равно этой разности. Это квадрат минус 4π s. Оно тридцатное. Оно тридцатное. А теперь сколько я высказал, существует многогонник с большим количеством сторон, будем так говорить, такой, что его площадь и его периметр, сколь он близки к соответствующим понятиям для собой кривой. Сколь он близки. Я возьму сразу ε такое число, чтобы вот это вот число, напишу как квадрат, минус 4π s, ну, лишь нуля. Так. Отложилось ε на кривой, отложилось ε налево, вот это получается окрестносткие точки. Как понимается выражение, что существует длина кривой, существует многогонник, у которого периметр и площадь, сколь он близки к значению вот того и того самого понятия и того самого величин, да, кривой, это значит, что я могу найти вот здесь многогонник такой, что его площадь, его кривые, его длина, вместе дают число близкое к этому числу. То есть, отличающиеся нищим наимцами. А если такой многогонник нашелся, получится, что для этого многогонника получится 0. Так. А что мы доказали? Что для другого многогонника будет проводиться покорить позавтра страничку. для любого многогонника это неравенство 0. А мы нашим многогонник сколь он близкий к соответствующим понятиям для нашей кривой, которые доказали, что неравенство 0. А что тогда получится? Что получится? Я с 0. 0. меньше неравенство невозможно. Какой свой вариант? Больше равен. Останется вариант. Меньше неравенство невозможно, но тем самым больше равен. Так мы доказали, что для любой кривой, для него площадь, для него километра верно неравенство 2. 2. Так посмотрим, что же бывает, это равно. Самое большое значение, или самое маленькое значение будет 0. Правильно? Посмотрим, что бывает, бывает ли 0. Бывает 0. Берем окружность, посчитаем длину. Какая будет длина окружности? 2 в квадрате будет 4 в квадрате теперь дальше s в квадрате посчитаем будет 0. значит 0 достигается есть кривая на которой это получается равенство тогда уже а что получается для этого нам уже интересно поведение площади я неравенство переписываю s меньше равно 1 делит на 4 b n квадрат вот мы доказали что площадь ограниченная любой кривой подчиняется к такому неравенству какая самая большая площадь самая большая она бывает равно большая большая это бывает для окружности так ну как вы доказали мы этим Штейнером и нет и доказали мы нашли окружность вот такие свойства а вдруг еще одна кривая есть вдруг еще кривая есть которая это для которой площадь равна а вот есть головы разделить на 4 п откуда еще появится отсутствие такой другой кривой то есть единственное решение откуда появится допустим что есть другая кривая у которой s равняется l квадрат на 4 п другая кривая и она не окружность здесь другая кривая которая не окружность так в этой прямой мы найдем диаметр который здесь пополам периметр делится конечно получится берем крючку если все углы равны пи пополам то это отружность значит найдется угол который не пи пополам а когда он не пополам я в лиме 3 доказал вот лиме 3 работает в лиме 3 обязательно в лиме 3 если он прямой тогда обязательно будет окружность так мы доказали решение есть и оно единственное но единственное вот теперь исполнил доказательства и опять дополнительное предположение что для многоугольников самая большая площадь имеет правильную ну это уже более очевидно более элементарные свойства ну как раз я призываю вас подумать как это мы будем доказать всех многоугольников данного периметра самый большой правильный многоугольник что вы понимаете